Здравия желаю! Итак, сегодня вы чем занимались? Как я вам рассказывал, АКБ у меня старые и автомобильные. То есть была проблема, как я вам рассказывал, надо было запитать катушку, вот что, видите, моторчик. Вьём катушка, электромагнит. Её надо было запитать батареей. То есть эти батареи давали сбои. Ну вот я нашёл выход. Смотрите, что вышло. Применяю вот эту штуку. Вот читаем, что на ней написано. Так, 66 вольта, 350 микроампер. Умножаем, 66, 66 вольта, на 0,350. 2,31 ватта. То есть 2,5 ватта в среднем. Ну пусть 3 ватта. 3 ватта вот это. А то уходило по 10, по 20, по 30, смотря как. Какая батарейка. Видите, как. Но она 66 вольт, а надо 2,12. Ну вот получилось что? Снизилось напряжение. Да. Снизилось напряжение в выходе. Но получил взамен почти стабильное напряжение. А это важно. То есть мигания такого резкого нет, как при батарейке. Сейчас я вам покажу это всё. То же самое. Оптимальное, как я нашёл вариант. 0,1 секунды. И 0,4 секунды выключено. Вот подключаем это всё. Так. Включаем вольтметр, чтобы было видно. Включаем реле. Вики. Там включено. И включаем. Вот оно пошло. 80. Сначала меньше. 84. Гольта. 75. Нормально. 84, 78. 84, 77. То есть надо подождать разгон немного. Видите. 84, 77. Видите, почти это. Горит. Не менее ярко, чем там было 120. Вот 84. Но за счёт, зато плавность напряжения почти, видите. Почти это. Оптимальное. И плюс расхода на батарейке нет. На батарею расхода почти нет. То есть, что получили. Чтоб я просчитал. Вот она. Видите. Всё просчитал. 273 вот вольта берём. Просчитал вот по этому счётчику. Он точный. Потому что я на нём... Как я узнал, что он точный? У меня есть лампочки калиброванные. Вот эти вот. На 100 ватт. Вот я брал лампочку, считал. И выходило там 110 ватт. При напряжении. Потому что напряжение тут не 220. А не калиброванное 220. 230. Поэтому чуть больше. То есть, по этому счётчику прочитал. Значит, 273 ватта затрачивается. При этом выход, значит... Вот он написан. 83 максимально. Минимально 77. Так. Когда, значит, отключается... 0,1 секунды включено, значит, 83 ватта. И идёт расход, значит, на мотор ещё. Остаётся 158. 273 минус... 115 на мотор. Остаётся 158. Вот. А при минимуме 7,7. То есть, за... 7,7 у меня тоже есть таблица тут. Высчеты тут говорят, что не меряю. Я уже давно всё замер... Вот у меня тут, видите, переменные. В общем, на всякие напряжения, вот. Сколько выдаёт, при ком напряжении, лампочки. Замеры. На каждую лампочку разные напряжения. Вот. И вот у меня вышло, значит, что... 273. Значит, всего. Первый такт потребляется. А что отражается на счётчике? А дальше уже на счётчике ничего не отражается. А выход идёт 4 такта... По 144 ватта. То есть, в сумме... В сумме 144 на 4... 44... Помножим на 4... 576 ватт. Видите? 576 ватт идёт. Так. А здесь, значит, 273 взяло. Но 158 вернулось. При включенном. Значит, отнимаем 158. Остаётся 115. И тут... 576. И вычитаем 115. Минус... 115. 4161 ватт. Чистая энергия. Видите? То есть... То есть... В итоге получается так. 144... Вернее, это не так. 144. Умножаем... На 4. 4 такта. 576. Плюс... 158. 734. А затраты... Вот они. 273. И делимся на 273. И получаем, видите? 200... И помножим на 100. КПД, значит, 28. Но... Сейчас всего, видите? На запитку... Тут тратилось всё на запитку. На возбуждение катушки. 10, 20. По-разному там. До 40 ватт. А тут не тратится, значит... Тут всего тогда так. Сминусовываем. Смотрите. 144. Умножаем на 4. Плюс... 158. Первый так. Назад возвращается. 734. И минусуем 3 ватта всего. Вот это вот потребляется. Вот, не знаю, видите ли вы или нет. Напишем, вот здесь вот. Мощность, видите? 6,6 вольт. То есть, я снизу мощность. А то нет нагрева. И получается ровность. То есть, 731. И делим на... 273. Умножаем на 100. 268 где-то. КПД 268 такой схемы, видите? Плюс в чём вот эта схема? Не надо АКБ. Это уже лишняя деталь уходит. Как АКБ. Вот они, это дерьмо. Вот они поработали где-то с полгода. Уже туда ватт 20 зайдёт и всё. И она уже не тянет. Хотя они старые были до этого. А здесь АКБ не надо. Подключаем вот 3 ватта всего. На возбуждение катушки. И плюс, как вы видели, Напряжение ниже. Как бы. Но зато Ровный почти ток. То есть, напряжение меняется всего. Сейчас вам скажу. На 6 вольт. А там менялось на 20. Даже больше. 120-90. На 30 вольт, видите? А тут на 6. То есть, мигание. Ровность напряжения увеличилась в 5 раз. За счёт. И убрал лишние детали. То есть, АКБ. Для возбуждения АКБ не надо уже. АКБ, значит, остаётся 2 АКБ. Ну, вот так вот, как я показывал. Тяговая. На 2000 А. Вот сюда одно. Вот оно. Вместо вот сети. Сетер перекручиваем. Вот так вот. И здесь этот ещё будет. Инвертор. Чтоб давало 220. Чтоб с этого тяга 220 получать. Потому что при низкой скорости это ничего не выходит, никого выигрыша. Или выигрыш минимальный. И второе, вот это вот, вот это вот, где я показал, это будет АКБ. Тоже на 2000. И вот здесь составляем только 273. Вот здесь. Как бы вот эту часть. Примерно, да? А вот эти три части, даже чуть больше. Три с половиной части вот эти. Это можно потреблять. Не то что... Да, потреблять потом. Ставить тоже инвертор сюда. И потреблять. Сразу можно потреблять через инвертор. Ну, отрегулировать сколько... В час это всё. Это уже не сложно. То есть, вот такие новости.